Ну что ж, продолжается программа Утреный СТС. Если этот сюжет был посвящен мужчинам, то теперь мы перейдем к теме, которая может заинтересоваться каждой. Речь будет идти о изучении китайского языка, причем сделать это можно непосредственно в Молдове. Каким образом, все сейчас разузнаю у моих гостей, потому что в студии программа Утреный СТС, директор Института Конфуция при Независимом Международном Университете Молдовы, Ван Ифен, доброе утро, а также студентка Института Конфуция и финалистка конкурса «Китайский мост» в Молдове, кстати, Гербутская Олеся. Также вам доброе утро. Давайте мы попробуем постепенно разобрать эту тему. И первое, что я бы хотела все-таки директору задать вопрос о том, что сейчас в мире интерес китайскому, он растет, это всем известно. Вот в Молдове есть такая тенденция тоже, что китайским интересуются? Сейчас в мире есть много людей, которые любят учить китайскому, но в Молдове есть много людей, которые любят учить китайскому. Да. Сейчас в мире есть 525 конкурсов. Сейчас по всему миру институтов Конфуция всего 525 институтов во всем мире. И по всему миру около 100 миллионов студентов изучают китайский язык. В этом году подали документы и записались на курсы около тысячи человек. Это действительно очень впечатляющие цифры. Прежде чем мы перейдем к информации о том, как изучается, кто может изучать, я очень хочу спросить, чем объясняется такая тенденция? Наверняка есть какое-то объяснение, почему китайский становится настолько востребованным и популярным. Почему люди любят учить китайскому? Потому что в России сейчас очень много времени,经济 становится очень быстро. Поэтому в будущем многие студенты хотят учить китайский язык. И еще и другие бизнесмены тоже хотят учить китайский язык. Поэтому они учили китайский язык. Во-вторых, это студенты, которые в нашем институте обучают китайский язык и ездят уже непосредственно в Китай, там продолжать учебу. Ну то есть есть наметившиеся такие мировые аспекты, которые... Ну то есть понятно, что вот вы сказали уже, что студенты, а вообще в целом, только ли молодежь приходит и говорит, хочу узнать китайский язык? Да, 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 да. Пяти-шести лет, где-то так вот. Но больше всего как бы учат для бизнеса все-таки. Потому что перспективы, возможности. Я вас, кстати, тоже, Олесе, хочу спросить, потому что вы-то непосредственное отношение к теме имеете. С чего началось ваше увлечение китайским и в каком возрасте, может быть, заинтересовались? Мне это началось с подросткового возраста, потому что я в основном очень люблю азиатскую культуру и стиль жизни некоторых стран, в том числе и Китай. Я в школе еще начала изучать китайский язык самостоятельно, а уже окончив лицей, я решила все-таки продолжить обучение этого языка уже в ВУЗе. Ну, я так понимаю, что это, наверное, все-таки сложно, тем более вы говорите самостоятельно, и кажется вообще какая-то невероятная история. Вот с чем столкнулись, с какими трудностями, может быть, потому что это разные группы языков, да, когда мы слышим итальянский, это одно дело, то есть мы с ним какие-то слышим знакомые корни, да. В китайском, он совсем другой. Ну, я хочу сказать, что во время изучения итальянского и болгарского я столкнулась с более такими проблемами, чем в китайском. Просто вот в китайском на самом деле грамматика легкая, но есть более 40 тысяч иероглифов, и вот студенты именно с вот этой сложностью встречаются. Но вот на протяжении всего времени в голове образуется такая система, и уже по ходу легче учить иероглифы, в принципе, вот, да. Я хочу и Иван и Фэн тоже адресовать вопрос по поводу того, сколько может понадобиться времени, вот, может быть, он был свидетелем, да, когда человек начинает изучать китайский и уже овладевает базовыми навыками, чтобы что-то иметь возможность объяснить, да, ну, то есть для того, чтобы уже как-то владеть, пользоваться этим языком. Время, понятие, да, растяжимое, собственно. И кому-то понадобится не так много времени, вот он говорил про меня, мое имя Ли Иша, китайское, что я не так долго изучала китайский язык, но сейчас я вполне могу переводить то, что директор Ванга говорит. А вот вы сказали, сколько тысяч иероглифов вы назвали цифру? Более 40 тысяч. Более 40 тысяч, но не каждый ведь знает их, даже носители языка, да, то есть это, ну, сколько в среднем используется, может быть, вот, Ван и Фэн ответит, сколько в среднем, среднестатистически китайцы используют иероглифы? Если для каждодневного разговора просто 2 тысячи иероглифов, учителя, профессора, они знают, то есть 7-8. Это и 8 тысяч рублей. А, ну то есть совсем очень разное количество в зависимости от уровня. Я, кстати, вас хочу тоже спросить. Вы же были в Китае, вы непосредственно там обучались на протяжении полгода, если я не ошибаюсь. Расскажите, пожалуйста, немножко об этом периоде. Что вам удалось, может быть, для себя открыть, как-то запомнить, впечатлиться чем? Я обучалась полгода в невероятно красивой провинции Вечной Весны Юнань. Про нее китайцы говорят, то есть дословно, оно дословно переводится как «есть горы, есть вода». То есть объясняет это тем, что в этой провинции она не оставит никого равнодушным, и каждый найдет что-то для себя. И, конечно, и в этой, и в других провинциях меня удивил стиль жизни китайцев. Они стараются никуда не спешить, не пропускать приемы пищи, и при этом никуда не опаздывать. То есть они в 12 часов строго идут обедать, и у них на полтора часа где-то вот они отдыхают. Это очень удобно. Вы оказались в Китае благодаря как раз обучению в институте конкурсия. Поэтому мне сейчас хочется, может быть, чтобы директор института рассказал как можно подробнее о том, кто может записаться на курсы, на каких условиях, как это все происходит, как набираются группы. Это самые подробные информации для наших телезрителей, потому что наверняка многим это будет интересно. Мы сейчас в конкурсии школе, у нас есть курсы, поэтому мы не можем учиться в Китае. Мы нужны какие-то... Существа. Да. Каждый может записаться. У нас два семестра, то есть она начинается с 9 сентября и со 2 сентября, то есть она начинается с 2 сентября и со 2 сентября. И каждый может записаться. В Фейсбуке можно найти любую информацию, прийти в Конфуции, записаться, позвонить, то есть вся информация доступна в интернете и адрес и номера все есть. Опять же, возвращаясь к вопросу, понимаю, что возраст не имеет значения, да, это для всех желающих. Получается, сейчас уже с сентября вот есть группа на работу, как часто проходят занятия? Угу. Пусть. Угу. 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 То есть, получается, дети, ученики, они могут где-то в 2-3 часа приходить на курсы, и для взрослых это 2-3 раза в неделю, есть и вечером. Возможность получается для каждого, даже человек, который очень занят, все равно может стать учеником. Спасибо огромное, что пришли сегодня, рассказали. Я надеюсь, что наши зрители уже, конечно, больше информации и на сайте найдут, и в социальных сетях, в Фейсбуке, обязательно заинтересуются и будут уже задавать вопросы, адресованные именно вам. Спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Программа «Утранный тест» на рекламу прерывается, потом вернемся.